Он говорит, я, сказал Богу, я докурю эту пачку, и после этого освободи меня. Он говорит, я курил с таким наслаждением, что последнюю уже сигарету выкурил до фильтра, что даже синтетикой завоняло. Но я ее выкурил, выбросил ее и закончился. Говорит, вы знаете, что я заметил, прошло полтора года, я не курю. Полтора года не курю, все нормально в жизни. Потом, говорит, через полтора года я шел через подземный переход, где-то, где он живет, я не знаю, в России где-то. И увидел, говорит, бабушка продавала сигареты поштучно, по одной. Я посмотрел и купил одну. Я выкурил. Через два дня в том же переходе я купил еще одну. Через месяц я уже курил пачку. Естественно, о моем деле узнали в церкви, последовал серьезный выговор, и мне сказали, короче так, или сигареты, или служение. Выбирай. Что самое интересное, говорит, что в ту ночь я увидел видение. Я увидел видение, я увидел большие весы. И на этих весах, на одной стороне, был храм, прекрасный, белый храм Божий. На другой стороне весом я увидел окурок. Окурок. И, говорит, самое парадоксальное, что окурок перетягивал. Это не самое даже удивительное. Самое удивительное, что я хотел, чтобы этот окурок перетянул. И вот когда я осознал, что я хочу, чтобы окурок перетянул, на меня напал страх. И когда меня напал страх, это был поистине страх Божий, когда, он говорит, я упал перед Богом и стал сильно каяться, чтобы Бог забрал желание. Видите, человек понял в своей жизни, Бог его освободил. Человек понял в своей жизни, что грех это не столько просто выкурил сигарету. Грех это сделал решение это делать. И что здесь очень важно, что Господь следит за этим решением. И потому грех ненавистен ему самим решением, самим решением ненавистен. Что человек оставляет Бога и ведется на поводу какого-то дешевого удовольствия. Слушайте меня. Потому Бог, взвешивая грех, придумал кару. Кару. Кару, слушайте, возмездие или наказание, оно должно быть всегда пропорционально преступлению. Всегда. Понимаете меня? Смотрят на человека, взвешивают его поступок и говорят, ему два года тюрьмы. На основании чего? На основании того и того, что он сделал. Ему денежный штраф 100 тысяч долларов. Ему 20 лет тюрьмы за то, что он сделал. А этому 300 лет тюрьмы за то, что он сделал. Ого. А что это значит? А это значит, что его преступление выше, чем он способен за всю свою жизнь отсидеть. А разве такое может быть? Угу. Может быть. А этому человеку электрический стул за то, что он сделал. И мы как-то в уме своем ставим определенные пропорции или соотношения, понимая, что преступление как-то пропорционально взысканию или наказанию. Так вот, когда Бог смотрит на грех в любом его выражении, в любом выражении грех, Бог говорит смерть. Смерть. Возмездие за грех смерть. Я нам меньше не соглашаюсь. Смерть. Поэтому Богу грех поистине ненавистен. Ненавистен во всех его выражениях. Дальше я хочу сказать, что, друзья, смотрите. Адам уже не мог себя искупить. Он уже жертва. Можно подумать, что, слушайте мне, можно подумать, что Адам согласится, я согласен физически умереть за свой поступок, только верни мне вечную жизнь. Это уже не получается. Не получается, потому что Адам уже сам жертва. Слушайте, он и так умрет, он уже и так мертв. Грешник уже сам себе помочь не может. Даже если бы он, грешник, согласился заплатить любую цену, любую цену, лишь бы восстановить свой статус праведника перед Богом, это уже нереально. Это невозможно. Человек уже не может, упавший и согрешивший, вернуться к вечной жизни. Не может. Замечали ли вы, что в Ветхом Завете, когда человек грешил, он должен был принести в жертву за грех ягненка, козу, там, овна, без порока. Там конкретно подчеркивалось, без порока, без порока, беспорочные. Кто-то должен быть без порока. Чтобы забрать мой порок и умереть вместо меня, кто-то должен быть беспорочным, непричастным ко мне. Следовательно, друзья, я перехожу к другой совершенно мысли. Я хочу показать вам, хочу показать вам, насколько Бог справедлив. Вас просто будет шокировать то, что я сейчас скажу. Настолько Бог справедлив. Если вы откроете Исаии, 9 главу, 7 стих, книга пророка Исаии, 9 глава, 7 стих, там написано о Христе, что умножению владычества его, он владыка, вы понимаете слово владычество, да? Умножению его владычества, следите за этой мыслью, его владычество постоянно умножается, увеличивается, и мира нет предела. Ууу, какой сильный стих, какое сильное пророчество о Христе, что нет лимита, нет ограничений, до каких может расти его царство и его владычество. Умножению владычества его и мира нет предела на престоле Давида и в царстве его, чтобы ему, то есть Христу, утвердить его, что утвердить, что утвердить? Владычество и царство свое. Ага, значит, новая интересная мысль. Всякое царство утверждается. Слушайте. Всякое царство утверждается каким-то образом. И вот Христос собирается утверждать свое царство и укреплять его судом и правдою. Судом и правдой. Мне очень интересно задать вам такой вопрос. Просто такой вопрос. Знающий Библию, как вы думаете, на чем основан престол Божий? На чем? Кто-то говорит на суде. Вы согласны, нет? То есть есть как бы основание престола Божьего. Кто-то сказал суд. И правда, да. Справедливость. Есть только два основных основания, на которых стоит Божий престол. Это изумительно. Это Псалом 96, 2. Псалом 96, 2 говорит, Что правда и суд основание престола его. А я всегда думал, что основание Божьего престола – это сила и могущество. Кто может с ним состязаться в силе? А Библия говорит, нет. Не сила, не могущество – основание Божьего престола. Другими словами, Бог царствует не силою, а правдою, справедливостью Бог царствует. И честным судом. И что такое сказать этим? К чему ты это ведешь? Вы сейчас увидите. Я веду это к тому, что если, скажем, дьявол прав, то Бог ничего с этим сделать не может. Скажите, ты вообще что, кощунствуешь? Как это Бог ничего не может сделать? А вы думаете, каким образом дьявол, как клеветник, клеветник, клеветавший день и ночь на нас, находился на небе и не мог быть свержен? И я правильное слово употребляю – не мог. Вы думаете, Богу так приятно было находиться в его присутствии в века, века, века? Ну, Бог не мог ничего сказать против аргументов, которые имел дьявол. Ничего не мог сказать. Он был просто прав. Он был просто прав, когда говорил, а Александр грешит в своей тайной комнате. И если он, этот Александр, грешит, Бог ничего не может сделать. Он просто прав. Этот клеветник просто прав. Аргументы на его стороне.